По состоянию на 24 апреля ситуация с места, где вчера было происшествие, такова. На сегодняшний день в доме проводят работы Державная служба надзвучайной ситуации. Работы проводятся со вчерашнего вечера. По сегодняшний день идет разбор завалов. Между 4, 5 и 3 этажом подключены коммунальные службы к этой работе. Сегодня мы начали уже предварительный осмотр здания этой парадной, где было попадание и произошла трагедия. Но только после того, когда ДСНС уйдет с места, после окончания их работ и их действий, мы, коммунальные службы, специалисты строительной академии, смогут зайти и более тщательно провести осмотр несущих конструкций, конструктивных элементов здания, для того, чтобы понять, какие действия нами будут выполняться в последующие дни и недели. На сегодняшний день предварительно можно сказать, что здание, жилой дом можно спасти, его можно восстановить путем сложных проведенных работ в дальнейшем, но предварительно специалисты дали оценку, поднявшись на этажи, что здание можно спасти и не признавать его будущим аварийным. Подчеркну, что есть необходимость проведения сложных работ, проведения сложных осмотров и довольно кропотливой и серьезной работы. Что касается служб, которые привлечены к этой работе, как я уже ранее говорил, все службы, которые будут задействованы, это все службы нашего города, начиная от жилищно-эксплуационных служб, заканчивая всеми коммунальными предприятиями, которые могут принимать участие в помощи и в содействии проведения работ вблизи этого дома и в доме, они сейчас там все находятся. Привлечена техника, привлечены люди, спецсредства, они сейчас все туда свозятся. На днях мы будем, думаю, что завтра убирать трамвайную полосу для того, чтобы ее освободить для проезда трамваев. Думаю, что завтра к концу дня, к середине дня уже будет освобождена колия и трамвай поедет. По дому пока информация, а еще по отселению, два слова. На вчера, на вечер, мэрии была предложена возможность для того, чтобы людей отселить, отселить в общежитие. Были предоставлены автобусы. Мы добавились в чат через председателя ОСМД. И в чате дважды сообщили людям о том, что автобусы находятся вблизи дома. Мы готовы всех желающих отвезти в места, где можно расположиться и находиться, если у людей нет возможности для самостоятельного отселения. Пока на сегодняшний день к нам люди за помощью таковой не обращались. Люди самостоятельно покинули свои квартиры. Также хочу сообщить, что предположительно процентов 40 людей в этом доме не проживало. То есть они ранее были... Люди выехали раньше, поэтому где-то половину дома было заселено.